На сегодняшний момент уже 4 месяца не работаем. У нас копятся долги, потому что есть аренда, потому что есть гости, которые оформляли праздники на апрель, май, июнь. Детские праздники в игровом зале в итоге не состоялись, но вернуть предоплату бизнесмены пока не могут. С поставками тоже случился коллапс. В развлекательном парке есть ресторан. Недавно им разрешили работать, но во время пандемии кухня была на замке. Закупленные овощи, фрукты, мясо, сок, сыр пришлось списать. Рассчитаться с поставщиками не смогли. Прежде чем делать новые заказы, нужно погасить долги. Нечем. В кладовке оставался минимальный набор. Консервы получаются. И то мы смотрим стекли срок годности. Срок годности нормальный. Вчера нам пришлось как-то быстренько бежать в магазин. И даже не просто с поставщиками договариваться, а бежать в магазин. Покупать, потому что за какие-то деньги, за наличные. Потому что по безналу с нами никто сейчас не готов работать. Напряженная ситуация и с работниками. Их 50 человек. Зарплату им начисляют, но не выдают. Люди ждут. Кто-то приходит, чтобы помочь текущими работами. Ты сидишь дома почти целыми сутками и не знаешь, чем себя занять. Плюс денег нет. Брал кредит. Еле оплатил. С помощью родителей, с помощью родных. Долгов накопилось примерно 7 миллионов рублей. Чуть лучше обстоят дела у Аксиньи Фоменко. У девушки две игровые комнаты. С введением режима самоизоляции пришлось приостановить работу. В середине апреля Аксинья поняла, что простой будет долгим. Девушка решила запустить другой бизнес. На воздушных шарах. Дело за считанные недели набрало высоту. К тебе не может прийти аниматор, потому что самоизоляция. Ты не можешь пойти в игровую комнату, потому что самоизоляция. И то есть ты не можешь даже порой в самом начале позвать друзей, когда уже были совсем строгие условия и так далее. И то есть ребенку, ему хочется праздник. Он ждал его целый год. Конечно, его родители закажут ему шары. Ну и плюс люди поздравляют друг друга. В принципе, с днем рождения коллеги друг друга поздравляют. Доход от шаров неплохое подспорье, но траты на содержание игровых комнат он, конечно, не покрывает. Потому Аксинья ждет отмены ограничений. Ведь финансовая подушка не бесконечная. Накануне работники игровых залов составили обращение в адрес губернатора. Почему садики работают, школьные лагеря работают, обычные лагеря работают, а мы не можем открыться. У нас, естественно, там есть антисептики, маски. Мы обзванивали всех. И правительство, и территорию бизнеса, и Роспотребнадзор. Никто вразумительного ответа не может дать. Еще неделя, и, наверное, мы уже вообще не сможем открыться. Владельцы детских игровых залов согласны выполнить все требования Роспотребнадзора, в том числе потратиться на рециркуляторы воздуха. Этому парку, к примеру, установка оборудования обойдется почти в 2 миллиона рублей. Только бы разрешили работать. Однако пока в крупных российских городах игровые комнаты под запретом. Мария Минина, Денис Оснач, Павел Востротин, 31 канал.